здравствуйте друзья мы ведем наш разговор из города санта круз что на тихоокеанском побережье калифорнии и светлана зачитывает вопрос давай света доброе время суток михаилу светлана пишут вам ваши подписчики нам по 30 лет я и мой муж хотим эмигрировать я хочу приехать к вам в школу на обучение а сейчас усиленно учу английский а жить мы хотим в портленде ригу мы смотрим политические передачи да впрочем без этих передач нам понятно что дальше в нашей стране будет только хуже о том что я очень хочу учиться вашей школе я уже сказала а муж будет работать на сборке кухонь у него есть опыт здесь сша мы смотрели есть такие вакансии я думаю что как только я начну зарабатывать достаточно чтобы прокормить двоих муж пойдет учиться в колледж на билдинг инспекшн в оригоне эта программа обучения дает сертификацию и работу как инспектор по строительству или ревизор на жилом или коммерческом уровне эта программа не готовит работника как инспектора продажи живой недвижимость такого нет вопрос 1 объясните пожалуйста различие между этими работами как вас требованы работники в этих сферах и какие оплаты в час могут быть у таких профессий еще раз какую профессию они хотят еще раз инспектор значит инспектор по строительству то есть это не не который оценку делает а который именно на соответствие кодом проверяем да хорошо дав дальше вопрос лотерею green card мы уже не рассчитываем на сто процентов потому что рассматриваем вариант по политике у нас есть недвижимость но оставлять здесь не на кого поэтому любом случае будем продавать за минусом изначальных затрат поездка жилье и эндзи запас на жизнь на первые месяцы планируем оставить примерно более 50 тысяч на дальнейшую покупку жилья сразу покупать не хотим потому что на то что хотим не хватает а на то что хватает это не совсем годная для жизни подскажите как нам сохранить деньги чтобы не потерять жизнь на эти деньги мы не планируем так как будем работать заранее благодарим за ответы но тут сразу несколько вопросов значит получается такая история что как вопрос как деньги сохранить это простой вопрос значит положить в банк на там какой-нибудь чекинг севинка ли там что там бывает money market аккаунт вот money market аккаунт там сейчас конечно процент смехотворный но он может быть подрастет немножко сейчас в декабре должны поднять чуть-чуть интерес может быть там еще подрастет вот но существенно не не как приумножить 50 тысяч а существенно как их не потерять не про есть нет нет не потерять то есть ты можешь положить деньги остаться без денег или без половины денег и это удел абсолютно любого человека который не понимает что он делает он приехал в другую страну и он думает как вот ему тут 50 ты сейчас ему скажут что делать с 50 тысячами вот в банк положил и держи там до тех пор пока не будешь хорошо понимать что делать с деньгами то есть у тебя не задача заработать на 50 тысяч у тебя задача не потерять эти 50 тысяч это первое второе что там было еще до покупка жилья значит так общее такое замечание состоит в том что 50 тысяч может быть недостаточно для того чтобы купить жилье за наличку но 50 тысяч может быть более чем достаточно для того чтобы купить жилье в кредит и допустим когда есть работы и когда есть кредит иначе тебе к этим 50000 банк денег вообще не даст но имеется ввиду что допустим они оба пошли работать и у них так как-то все нормально идет они могут обратиться в банк за кредитом так вот кредит сколько стоит дом там в оригоне но можно купить например я думаю но за сто пятьдесят тысяч я не знаю а двести пятьдесят триста можно очень нич неплохо очень неплохой вот и 50 тысяч это шикарный down payment это будет соответственно и сажение это все 50 тысяч отдавать вот но но во всяком случае даже если у них есть 50 тысяч они готовы с ними расстаться вот так вот они могут купить дом в тот момент когда у них появится кредит чтобы взять остальные в банке поэтому это будет реально произойти скажем года через два с того момента как они начнут работать не стал момента как они легализуются а начнут работать вот у них появится разрешение на работу вот с этого момента они начинают работать пошло и поехал значит а если если еще девочка собирается тестером быть то она в оригане ну по минимуму по минимуму тысяч там свои 60 должна зарабатывать то есть она прекрасно получит кредит даже с одной своей зарплаты и еще 50 тысяч down payment вообще прекрасно теперь что касается мужа хочу сказать что когда я это письмо получил то пошел и почитал что пишут на эту тему и есть так есть какой-то там веб-сайт где просто описывают профессию говорят сколько чем сколько в этой профессии люди зарабатывают и пишут что в среднем вот такой инспектор в среднем median median значит получает 57000 в сша подпал по оригону конкретно зарплат не было но по сша было 57000 на самом деле совсем даже неплохо теперь свет давай ты хотела что-то сказать по поводу содержащиеся секунда без дирекшн я разберусь а значит я хотела вот что сказать дело в том что инспектор по строительству или ревизор на жилом или коммерческом уровне дело вот в чем что вот эти так называемые инспектора это сотрудники сети сотрудники городские городские для того чтобы туда просто на работу не попадешь на счет для того чтобы попасть на работу нужно как минимум иметь лицензию генерального контрактора нужно два года проработать под чьим-то супер виженом настройки почему-то присмотром до издать после этого и три экзамена на получение лицензии то есть это не так просто это для того чтобы иметь просто право подавать туда документы то есть вот этот сертификатов колледжи на инспекцию это будет недостаточно это пойдет на сверх того что у вас есть лицензия то есть ты хочешь сказать что этот человек должен иметь контракторский вайсен сам да у вас иметь контракторский вайсен и кроме того в городские органы вообще очень трудно попасть на работу я знаю буквально единичные случаи это когда кого-то знакомые приводили вот хороший парень там все есть и все визиты контракторы все такое устраивать очень трудно попасть уж это хорошо оплачиваемой работы с пенефитами ты знаешь что интересно практически в любом сети колледжи есть курс вот по building эксперт инспекцию просто есть кто-то дойдет может быть туда уже идут контракторы проверьте кстати кстати вот если вы уже так серьезно занимаетесь и знаете где эти курсы проверьте какие там требования на то чтобы поступить туда может быть там уже заранее требуется братья контракторы бывают разные может быть там не нужно лицензии генерального контрактора а нужно лицензии какого-нибудь маленького контрактора ну какая то свет на почему ты уверена что нужно лицензию то есть вот как это это субъективно это как бы субъективно и не думаю что просто человек который понятия не имеет о том как идет стройка знаю только коды да я не знаю как строиться из чего мы делались материалы это в колледже там так вот с кондачка не не разберешься что его возьмут на работу вот но во всяком случае в колледже проверьте дело в том что можно например начинать получение вот этой генеральной лицензии получить довольно трудно но можно начинать с получения маленьких лицензий специализированных на по электричеству там или по отделке там почему-то то есть маленькие специализированные лицензии сначала их получить а потом генерального контрактора лицензии это очень серьезная лицензия знаешь что поскольку как конкретно точного знания нету да то я бы это вот что сказал помимо требований к тому как какого студента они возьмут на курсы какого не возьмут что само по себе может быть интересно но не критично потому что скорее всего в учебное заведение тебя возьмут абсолютно без ничего но существенно какие требования к работе то есть вот я бы нашел объявления которые в каких-то городских службах по этой части я посмотрел какие требования в этих объявлений во первых это городских службах а во вторых можно еще посадить какие-то могут быть коммерческие например какая-то большая фирма там что-то строит может у нее такой инспектор есть здесь надо посмотреть именно описание этих позиций если кто-то где-то когда-то вывешивает обязание эти позиции что туда требуется какие лицензии а вот например билдинг инспекция которая делается при страховании при купле-продаже вот там же делается инспекция вот это вопрос тоже очень интересное дело вот в чем то есть может быть может быть человек имеет ввиду не работу в госструктуру а работу в страховых компаниях в банках то что делается при купле-продаже да действительно то есть есть скажем так есть небольшие контракторы так но это все равно контракторы и которые делают он инспекция это генеральные контракторы с лицензией у которых есть право делать хом инспекция значит в каком случае они делают эту хом инспекция у них есть знание некоторое что там нужно проверить какие-то минимальные потому что эти инспекции все такие очень поверхностные если они куда дались не могут они пишут что мы туда дались не можем поэтому это не считается а вот за это мы не отвечаем то есть их самая главная задача обезопасить свою собственную задницу чтобы не дай мне чего-то не спросили но какие-то простые вещи которые они видят например они видят что в том же самом кухонном кабинете например на полу уже такое засохшее водное пятно то есть там когда-то протекал кран да или трубу протекали и вот он пишет что здесь видны следы значит в растении воды да и это нужно поменять потому что это считается что он может быть и фангусы да и в общем какие-то могут быть вредные штуки от этого надо поменять и вот он против этой крови пишет что если он будет это делать да то он говорит что это будет стоить примерно столько-то и кончается три пор тем что он говорит вот все те вещи которые нашел доме которые нужно починить которые он видел он на них дает приблизительную цену сколько он взял за починку и выполнение работы поэтому ему сто процентов нужно дальше покупать может идти к нему или идти кому-то другому но по крайней мере у него есть голове понятие что сколько стоит вот из того что нужно немедленно починить но это нужно сказать что это же бизнес отдельный то есть тебе нужно найти вот эти крупные агентства которые делают вот эту вот инспекцию они все известны и дала стоит на генка они могут в одном агентстве заказать инспекцию могут другом то есть это нужно работать с велосипедными агентами чтобы они к тебе обращались в итоге сама инспекция стоит где-то в зависимости от размеров дома там 300-350 долларов это на жилой дом а потому что есть коммерческие проекты да да там побольше но просто тебя должны позвать это не то что тебя обязаны позвать нет таких полно но вот я помню что когда я занимался страхованием а я занимался в основном коммерческим страхованием и у меня много было и изданий и там ресторанов там и так далее и кое-где не всюду но кое-где мне нужно было вызывать этого билдинг инспектора и было несколько организаций которые именно этим занимаются на не делают инспекции и и я к ним туда обращаюсь они идут делают инспекцию они там не писали это на коммерческих объектах они не писали сколько они предлагают взять за работу нет они просто вот дают некий отчет для страховой компании что там есть ну правильно представь себе что ты вот эта вот компания ты агент и ты открыл там елопейджи или какой-то документ нашел те которые там пролистан и посмотрел еще ребенок такие там еда а вот новому человеку да вскочите те которые знают к ним конечно пошла постой речь не идет о том что он будет вести свой бизнес то есть об этом речь даже близко не идет человек закончил курсы значит она хочет чтобы он закончил курсы и пошел работать по найму и наверно есть такие места где люди работают по найму я поэтому сказал что надо почитать объявления по найму чтобы понять какие требования то есть достаточно ли вот так просто какой-то курс пойти чтобы давать оценку зданию я не знаю начальный план такой чтобы пойти собирать дело в том что действительно да а киевские кухни вообще киевская мебель пользуются большим спросом и люди которые умеют это все быстро собирать они просто могут дать объявление там на крыше но может быть не только а киевская почему нам наверное еще есть какие-то ну если еще это кухня но может быть не только собирать могут установку там подвесить надо ну еще раз и спецпании по не очень понятно о чем идет речь да но в принципе это небольшой бизнес который допользуется спросом и которые можно если вы опубликуете внятное объявление потому что люди не хотят говорить не хотят звонить по объявлению где непонятно сколько с них денег тут еще вопрос такой подожди секунду я закончу вот я в свое время обращалась к человеку который собирал нам мебель нам нужно было для школы собрать и он говорит я собираю мебель по айтемам да не по часам потому что неизвестно сколько времени это займет один собирает быстро а другой будет двое суток собирать только специально чтобы растянуть по часам время он говорит я собираю вот если там шкаф стоит столько-то кровать стоит столько-то кухни стоит столько-то ну примерно размер и людям сразу понятно на что они подписываются поэтому и это пользуется спросом да это нужно но я еще хотел добавить что если они собираются жить в оригане то там довольно много русскоязычного народа там и религиозные группы есть и просто так вот общего такого плана иммиграции и если даже он не здорово по-английски говорит то наверно есть работа вот такая в каких-то русских бригадах где он даже на русском языке может вполне успешно этим заниматься но я бы хотел сказать что правильнее было бы ему настраиваться вот так же как они не настраиваются что что либо green card лотерея либо ничего да никакого green card лотерея может быть болеть кому что-то вот чтобы и с выбором работы он настраивался на то что либо шкафы собирать кухонные собирать либо там вешать а может быть какие-то другие работы будут а может быть надо будет там с отделочными работы но мало ли что то есть быть абсолютно открытым и не не зацикливаться тут еще есть на каких-то вот конкретных решений конечно если человек попадает на работу в русскую компанию да и он может прекрасно это все делать у него руки правильно растут исправлено места он все это умеет делать ему ничего не нужно но вообще-то по закону считается что контрактор не может выполнить работу более чем на 500 долларов без лицензии это надо просто а при чем тут контрактор нет но вот еще раз я говорю если речь идет о том чтобы самому например давать объявление об этом речи нет света нет речи нет речи нет речи кроме здесь контрактора есть handyman handyman может все что-то делать handyman не может делать на сумму больше чем 500 долларов почему потому что он должен тогда иметь лицензии я тебе еще раз говорю я вижу полно handyman которые делают работу на тысячи долларов если ты будешь речь идет о том чтобы повесить картинку как только ты а что можно делать handyman шуруп закрутите в стенку да шторы повесить да но как только речь идет о том повесить бухонный комбинет это уже не handyman это уже контрактор который должен иметь лицензии еще раз можно нарушать я просто говорю о том как вот надо да положим если в русской компании ничего не надо то есть никто вас за руку не смать не приведет ну я понимаю так что у него нет задачи никакой и из письма никак не следует что речь шла о self employment или о собственном бизнесе или о чем-то таком речь шла о том чтобы работать по найму вот прозвучала фраза которая мне вот так вот слух резонуло тут написано так сейчас давай эта программа обучения дает сертификацию и работу и работу дает сертификацию и работу у слова и работа что они дают работу у меня большие сомнения что кто-то кому-то что-то дает работу нужно найти и поэтому нужно очень хорошо понимать какие требования предъявляются но к self employment никак не относится хорошо но кто-то дает значит кто-то где-то ей сказал или где-то она прочитала или может быть на форуме кто-то рассказал как он закончил курсы а его там подобрали допустим и может быть это было в другом штате а может быть это была другая профессия может быть это было еще чего-то а может быть она видела объявление этой школы где они в нарушение закона говорят что они не только научат но еще помогут с работой а может быть они говорили что не помогут с работой а они говорили что у них есть job placement assistance и человек подумал что они тебя должны за руку отвести а на самом деле они типа могут резюме составить и там дадут референсы что ты не в школе учился поэтому мы не знаем конкретно откуда эта мысль взялась но безусловно фраза обучают и предоставляют работу вот вторая часть абсолютно бессмысленная она абсолютно режет слов да это я согласен это я согласен ну что же я считаю что мы так осветили картинку исчерпывающе поэтому я закончу только еще раз на том что у нас у всех есть какие-то планы вот я если я сейчас начну вспоминать какие планы были у нас когда мы ехали а планы были может быть вот не менее реалистичные или не более реалистичные я думаю менее потому что информации не было никакой информации не было и вот значит ну были какие-то мысли о том как мы это будем делать но я хочу сказать что ситуация на местности настолько многообразней чем можно себе представить что надо просто быть открытым к новым возможностям и еще есть абсолютно такое закономерное свойственное всем людям нормальным вот начиная от нас и кончая тем кто там был до нас и после нас когда ты едешь ты думаешь как бы использовать как бы задействовать то что у тебя есть уже и ты думаешь вот я собираю там кухонные кабинеты может быть я там могу это делать и вдруг где-то выскочило объявление о смотри там есть такая работа она может и есть ну там могут быть какие-то требования специфичные там она может быть есть но как бы редко есть у нас был вьетнамец один дружбанк мой был в институте связи когда я учился его звали Чен Ван Шон и этот Чен Ван Шон ну там народ там любопытный ему говорит а вот во Вьетнаме вот это есть вот это есть и когда он хотел сказать что в принципе бывает но очень редко он говорил есть но не бывает но не бывает вот так вот я что хочу сказать может оказаться что работа такая есть но не бывает в практическом плане вот когда тебе нужно вот ее не бывает а так она есть поэтому к чему я говорю что при всем при том что это очень естественно хотеть задействовать то что у тебя есть при этом очень существенно быть абсолютно открытым И не циклиться Да, молодые ребята Открыться все пути Такая вот история Счастливо И пусть все сложится хорошо